Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Милостью Божией мы с вами достигли третьего воскресного дня Великого Поста. И вся грядущая неделя будет именоваться Крестопоклонной. Название это она получила от того, что в канун этого воскресного дня выносится в наших храмах на середину Церкви Крест. Прошла половина поста, и Церковь подкрепляет крестные силы изнемогающих в посте и подвиге, зовет к покаянию и очищению тех, которые еще не приступили к Нему. Одновременно Церковь предлагает нам с вами учение Христа о крестоношении, учение, которое должен принять каждый, кто желает следовать за Господом. Мы знаем, что Великий Пост – это подготовка к Страстной Седмице, когда вспоминает Церковь страдание, распятие, страдание и смерть Иисуса Христа. Таким образом, вынос креста напоминает нам о цели нашей собственной, усиленной, углубленной религиозной жизни в эти Великопостные дни. И в этой связи мне хотелось бы вместе с вами вспомнить о месте креста, этого главного, высшего христианского символа в нашей христианской вере. Символ этот имеет два тесно связанных одного с другим значения. С одной стороны, это крест Христов. Это то решающее событие, которым завершается жизнь и служение Иисуса Христа. Это рассказ о странной и страшной ненависти людей к тому, кто все это учение сосредоточил на заповеди любви, кто всю свою проповедь сосредоточил на призыве к самоотречению и жертве во имя этой любви. Пилат, римский губернатор, к которому привели арестованного, избитого, заплеванного Христа, говорит, человек этот никакого зла не сотворил. Но это вызывает еще более сильный взрыв рева. Распни, распни его, вопит толпа. Так вот, крест Христов – это вечный вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания. Почему добро вызывает не только сопротивление, но и ненависть? Почему оно всегда распинается в мире? Мы обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на кого-то другого. Вот если бы мы, если бы я был там в ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Наверное, это и вопрос, и утверждение. И, увы, где-то в глубине совести мы знаем, что это не так. Мы знаем, что мучители ненавидели и распинали Христа не как какие-то изверги, не как какие-то специально особо зломодержимые люди. Нет. В сущности, это были люди, как все. Пилат даже попытался защитить Иисуса, уговорить толпу. Пилат даже предложил толпе по случаю праздника отпустить Христа на свободу. Наконец, Пилат перед лицом толпы умыл руки, показывая тем, что он не согласен с этим убийством, с этим распятием. Вот так лишь несколькими штрихами Евангелие рисует нам этого бедного Пилата. Его испуг, его чиновничью совесть, его трусливый отказ поступить по совести. И вот если мы посмотрим через призму евангельского повествования на нашу действительность, на наше время, разве не совершается то же самое и в нашей, и в окружающей нас жизни? Разве это не самое обычное, самое типичное из всех историй? Разве не присутствует Пилат в каждом из нас все время? Разве, когда приходит час сказать решительное, бесповоротное, нет ни правде, ни справедливости, злу и ненависти, мы не сдаемся на этот соблазн умыть руки. А за Пилатом стояли римские воины. Но ведь и они могут сказать в свою защиту, мы только исполняли приказания начальства. Нам надо было обезвредить какого-то бродягу, производящего волнение и беспорядок. О чем же тут разговаривать? А за Пилатом, за воинами, стояла толпа. То есть те, кто за шесть дней до этого восторженно встречали Христа, вступившего в Иерусалим, встречали с криками «Асанна!» А вот теперь распни его. Можно было бы всех так перебрать, но разве не видно из этого, что люди, люди, которые убили Христа, такие же, как и мы, что они были движены теми же страхами, страхами, вожделениями, той же малостью, которой так часто и мы порабощены. И вот как часто мы стоим в храме, может быть, сознавая, во всяком случае, мне часто приходит это чувство «Сознание, что блаженны мы, что не были подвергнуты этому страшному испытанию встречи тогда со Христом, тогда, когда можно было ошибиться и возненавидеть его, и стать в толпу кричащих «Распни! Распни его!» Но невольно приходишь к выводу, разве не объяснили ей этой толпе вожди, учителя, советчики, авторитеты, что человек этот преступник, нарушающий законы и обычаи, и потому по закону, по соответствующей статье того времени, должен умереть. К чему все это мною сказано? Давайте подумаем. Ведь каждый из участников этого страшного дела был по-своему прав, так как имел оправдание. И все вместе распяли и убили того, который ни единого зла не сотворил. И поэтому первый, главный смысл Креста – это смысл его как суда над злом, или, будет вернее сказать, как суда над тем псевдодобром, в котором в мире всем вечно рядится зло, и который обеспечивает злою его страшную победу на земле. И отсюда же второй смысл Креста. За Крестом Христовым наш, мой крест, тот, о котором сказал Христос, если кто хочет за мной идти, пусть отвержится от себя, отвернется от себя, пройдет мимо себя, возьмет свой крест и следует за мной. Что это значит? Это значит, что выбор, перед которым в ту ночь стояли все, и Пилат, и воины, и вожди, и толпа, и каждый человек в этой толпе, что выбор этот всегда, каждый день ставится перед каждым из нас. Внешне это может быть что-то, кажущееся нам не очень важным, второстепенным, но нам надо понять, что для совести нет первого или второстепенного. Есть только правда и неправда. Есть добро и зло. Взять каждый день свой крест – это не просто терпеть тяготы, время жизни, это прежде всего жить в согласии с совестью, это прежде всего жить в свете суда совести. Вот поэтому сегодня, поклоняясь Кресту, прикладываясь к Нему, лабызая Его, вспомним, что говорит Он нам, к чему призывает. «Вспомним о кресте, как о выборе, о выборе, от которого зависит в мире все, и без которого все в мире торжество тьмы и зла». «На суд пришел я в мир сей», сказал Христос. И вот на этом суде, суде распятой любви, правды и добра, стоит каждый из нас. «Подумаем об этом». Субтитры создавал DimaTorzok